Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы к нам присоединились. Сегодня мы находимся не в здании церкви, как вы видите, а на нашем ранчо в Колорадо. Здесь есть несколько строений, и за мной вы видите одно из них – однокомнатный домик, который для меня построил мой сын, чтобы когда на ранчо гости я могла уединиться. И я рада, что нам удалось отправиться в это особенное для меня место с вами. Спасибо, что присоединились к нам. Последние пару эпизодов я учила о том, что такое твердо держаться, что вера не только получает решение от Бога, получает проявленные ответы, но вера также твердо держит то, что получает. Знаете, если дьявол не сможет помешать вам получить ответ, он захочет украсть его у вас после того, как вы его получили. Дьявол – вор. Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Часто люди неправильно мыслят, что если они что-то получили от Бога, то оно автоматически у них останется. Но я осознаю, дьявол – вор, и он пытается нас обворовать. Поэтому, получая что-то от Бога, знайте, автоматически это не удерживается. Нам нужно держать это верой. Нам нужно научиться твердо держаться. Я хотела бы прочитать 1 Фессалоникийцам 5, 21. «Все испытывайте хорошего, держитесь». Заметьте, нам нужно держаться того, что хорошо. А Слово говорит нам, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит от Отца Светов. Так что мы знаем, что за всем хорошим, что пришло в нашу жизнь, стоит Бог. Это Божий поток. И за все хорошее, что дает Бог, нужно твердо держаться, потому что враг пойдет в контрнаступление против всего, что вы получили, в попытке украсть это у вас. Наши военные рассказывали о захвате одного острова во время Второй мировой войны. Враг держал эту территорию, и наши солдаты пошли в наступление, чтобы ее захватить. И они захватили этот остров. Но враг перешел в контрнаступление, и они снова его потеряли. И так было 12 раз. Почему? Потому что враг не был готов мириться с тем, что они взяли эту землю. И враг шел в атаку против них. И так было 12 раз. Наконец, во время последнего нападения врага, американские военные удержали свои позиции. То есть понадобилось 12 раз, прежде чем они научились удерживать завоеванные позиции. Точно так же с верой. Нам нужно быть умелыми не только в том, чтобы принимать от Бога, но нам нужно быть умелыми в том, чтобы твердо держать то, что мы получили от Бога. Потому что оно не сохраняется автоматически. Нам нужно сознательно за это держаться. Бог хочет, чтобы вы твердо держались за все, чем Он вас благословил. Однажды, когда я проходила испытание, Бог мне сказал, Если ты будешь верить всему, что тебе говорит дьявол, он украдет у тебя все, чем я когда-либо тебя благословлял. Дьявол вор. Он хочет у вас украсть то, что вы получили от Бога. Нам нужно понимать, что вера приходит от слышания. И когда мы слышим Слово Божье, когда мы слышим учение, питаемся Словом Божьим, приходит вера. И когда вера приходит, нам нужно ее высвободить. А высвободив веру, нам нужно стоять на своем, пока наш ответ не проявится. Но все не заканчивается проявлением ответа. Нам еще нужно научиться твердо держаться за то, что мы получили. Я хотела бы прочитать вам Евреям 3 главу 5 и 6 стихи. «И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы». Послушайте, если только уверенность и радость упования, твердо сохраним до конца. Обратите внимание, нам нужно твердо хранить уверенность и твердо хранить радость упования до конца. Один из способов твердо держаться за то, чем Бог нас благословил, это радоваться. Когда мы радуемся и выражаем благодарность, возносим хвалу Богу, это один из способов твердо держаться за то, чем Бог благословил нас. И дьявол не может этого у нас украсть. Если мы непризнательны, неблагодарны за то, чем Бог нас благословил, дьявол может у нас это украсть. Когда мы теряем благодарность, наша вера ослабевает. То, что мы получили от Бога, рушится в нашей жизни, потому что недостаток благодарности открывает двери для дьявольского воровства. И Писание в Евреям 3, 6 говорит, что мы должны уверенность и радость упования твердо хранить. Послушайте, до конца. То есть, это образ жизни. До конца наших дней на этой земле мы должны твердо держаться за все, что мы получили от Бога. И радость – один из способов, который помогает нам твердо держаться. Если мы не держимся твердо, если мы видим, что то, чем Бог нас благословил в прошлом, идет на убыль в нашей жизни, если бизнес, который Он нам дал, идет на спад, если здоровье, которое Он нам дал, ослабевает, если обеспечение, которое Он нам дал, уменьшается, нам нужно проверить, не пошла ли на убыль наша радость, не перестали ли мы твердо держаться. Всякий раз, когда что-то, чем Бог вас благословил, начинает идти на спад, выход в том, чтобы начать твердо держаться. Высвобождайте веру, радуйтесь о том, чем Бог вас уже благословил, и не позвольте украсть это у вас. Теперь прочитаем еще одно место Писания, Евреям 4,14. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Заметьте, Он наш великий первосвященник. Он первосвященник исповедания нашего. Когда Он слышит наше исповедание, как первосвященник, Он приносит его к Отцу. Он приносит наше исповедание к Отцу. И сила высвобождается для нас, потому что наш первосвященник принес наше исповедание к Отцу. Мне понравилось, что сказал один служитель. Это был Норвел Хейс. Он уже ушел домой Господу. У него было сильное служение исцеления и учение о вере. Он сказал, поскольку Иисус первосвященник нашего исповедания, когда мы просим что-то у Бога, молимся о чем-то, Бог поворачивается к Иисусу, первосвященнику исповедания нашего, и спрашивает, сколько они это исповедовали. Интересно, не правда ли? Если Он первосвященник нашего исповедания, Бога интересует, исповедуем ли мы, провозглашаем ли мы это. Вот что такое твердо держаться. Мы исповедуем. Я благодарю Тебя, Отец, что Ты исцелил меня. Я благодарю Тебя, что Ты благословил меня этим бизнесом, этим домом. И когда вы твердо за это держитесь, у врага нет никакой лазейки или доступа, чтобы украсть это у вас. Теперь я хотел бы прочитать Евреям 10 с 19 по 23 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, «И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания, упования, послушайте, неуклонно». Итак, всякий раз, когда Бог уже благословил нас чем-то, и всякий раз, когда мы верим Богу о проявлении какого-то ответа, нам нужно твердо держаться своего исповедания. Нам нужно твердо держать то, о чем мы стоим в вере, а также твердо держать то, что мы уже получили. И заметьте, Он сказал, что нам нужно держаться неуклонно, то есть, сказав, «Спасибо, Отец, что Ты действуешь, чтобы проявить ответ в моей жизни», на следующий день не говорить, «Ну, я не уверен, что это произойдет». Каждый день ваше исповедание и провозглашение должно оставаться тем же самым. Нельзя делать шаг вперед в своем исповедании, а на следующий день делать шаг назад. Нам нужно держаться его неуклонно. Мне бы хотелось, чтобы вы усвоили один стих. Откровение 2.25. «Только то, что уже имеете, крепко держите, пока приду». Посмотрите, «То, что уже имеете, крепко держите, пока приду». На это можно взглянуть с двух точек зрения. А так часто мы смотрим только под одним углом. Мы говорим, «То, что мы уже получили, нам нужно крепко держать». Тот ответ, который уже проявился, нужно крепко держать. Вы верили об исцелении, оно проявилось, крепко держите его. Вы верили об обеспечении, оно проявилось, крепко держите его. И правда, этот стих об этом говорит. Но я хочу, чтобы вы более широко увидели, о чем идет речь. То, что уже имеете. Во Христе мы уже благословлены всяким духовным благословением. Проявилось исцеление или нет, оно нам принадлежит. Мы имеем исцеление. Проявилось обеспечение или нет, оно нам принадлежит, потому что Иисус нам его обеспечил. Победа. Изменились наши обстоятельства или нет, победа уже нам принадлежит. Мы знаем, что при рождении свыше Иисус уже дал нам победу, исцеление, обеспечение, мудрость, откровение, праведность. Все это Он сделал нашим при рождении свыше. Это нам принадлежит. Вот почему все это может проявиться в нашей жизни. Потому что это нам уже принадлежит. Вот о чем идет речь в этом стихе. Нам нужно крепко держать не только то, что уже проявилось, но то, что Он сделал нашим при рождении свыше. То, что Он дал нам при рождении свыше, нам нужно крепко держать. И так сможет прийти проявление. У нас уже есть обеспечение. У нас уже есть исцеление, победа. И мы высвобождаем свою веру. Поскольку это мне принадлежит, я призываю это проявиться. Это тоже значит твердо держаться. Я хочу рассказать вам свидетельства о том, что произошло в жизни моего мужа много лет назад. До того, как мы встретились и поженились, он был пастором церкви в городе Торренс в штате Калифорния. И церковь купила здание, которое, согласно зонированию, не было предназначено для богослужений. Но Бог сказал им, что это их здание. Они купили его, и им нужно было обратиться в городской совет, чтобы изменить вид разрешенного использования для проведения церковных собраний в этом здании. Мой муж сказал церкви, Бог сказал мне, что это наше здание. И люди были в восторге. Они купили здание. И вот, им нужно было пойти на заседание городского совета. Все владельцы окрестных домов и предприятий были уведомлены об их желании изменить зонирование, чтобы церковь могла собираться в этом здании. На заседание городского совета пошел не только мой муж, который был пастором церкви, но он пригласил как можно больше членов церкви присоединиться к нему. И они верили Богу о том, чтобы зонирование было изменено в их пользу. Ведь мой муж сказал им, Господь сказал мне, что вид использования изменит, потому что это наше здание. И вот, в небольшом зале городского совета собрались многие члены церкви моего мужа. Они довольно плотно набились в этот зал. Городской совет обсуждал другие вопросы, и, наконец, они перешли к обсуждению изменения вида разрешенного использования здания, чтобы там могла собираться церковь. В течение всего заседания присутствующие члены церкви тихонечко еле слышно молились. Они еле слышно молились в духе на языках. Мой муж рассказывал, что можно было подумать, что там был пчелиный рой. Такой фоновый звук стоял на заседании от того, что церковь тихонько молилась на языках о своей ситуации, которую должны были рассматривать. Совет состоял из девяти человек, которые должны были голосовать. Мой муж изложил свои доводы в пользу изменения зонирования собственности, а потом все члены совета голосовали по этому поводу. И в процессе голосования четыре члена совета проголосовали «за», а пять проголосовали «против». То есть голосование было не в пользу церкви. И председатель совета сказал, «Запрос отклонен. Зонирование не будет изменено. Церкви нельзя собираться в этом здании». И мой муж стоял там. Вы можете себе представить. За ним сидели все члены церкви. И выглядело, что то, что Бог сказал, не произойдет. Или, что мой муж неправильно услышал Бога. Вы можете себе представить, как он себя чувствовал, как кровь отлила от его лица. Он стоял там, а все члены церкви смотрели на него. И внезапно они все перестали молиться. Жужжание молитвы в духе прекратилось. И они все просто смотрели на него. Он рассказывал, все просто сидели, уставившись на него. Он не знал, что и делать. И он тихонечко заговорил с Господом. «Господь, что мне теперь делать?» И Бог сказал, «Просто стой спокойно. Просто стой спокойно». Что это значит? «Не оставайся, не ослабляй веру», говоря, «Ну что ж, все окончено». И внезапно... внезапно... Судебная стенографистка. Не судебная, но в городском совете была женщина, которая на печатной машинке записывала все происходящее. Все юридические вопросы. Так вот, она записывала, как проголосовал каждый член совета. И вдруг она сказала, «Погодите, у меня машинка заела. Придется заново голосовать». И Эд просто стоял и ждал, пока пройдет весь этот процесс. И они все снова начали говорить, как они проголосовали, потому что в первый раз она не смогла записать. Итак, они все заново говорят, «За они или против». И один мужчина говорит, «Ай, да просто разрешите ему же, я проголосую за». И его голос все изменил. И мой муж рассказывал, «Я знаю, что ангел подошел и своим пальцем застопорил эту печатную машинку, чтобы голоса пришлось пересчитать». Не знаю, было ли это так, но я бы не удивилась, если бы это так и произошло. Но заметьте, стоя там, моему мужу нужно было твердо держаться, чтобы не выскользнуть из веры. Если бы он внутри сказал, «Все кончено», я вам гарантирую, тот член совета не передумал бы. Когда выглядит, что все идет не так, вам нужно твердо держаться. И вы можете твердо держаться. Слово говорит, что когда вы твердо держитесь за слово, все меняется вам во благо. Неумение твердо держаться ограничивает то, как Бог может вас использовать. Не знаю, как у вас, но у меня в каждой ситуации, с которой я сталкивалась, все не шло так, как надо с первого раза. Мне приходилось отстаивать свои позиции, ждать в вере, стоять в вере и смотреть, как все изменится. И ситуации менялись, если я стояла на своем. И каждому верующему необходимо стать умелым не только в том, чтобы верить Богу и высвобождать свою веру, но и в том, чтобы стоять на своем, когда выглядит, что все идет не так. Вспомните Сидраха, Месаха и Авдинага. Подумайте, этих трех евреев увели в плен к царю Навуходоносору. И их обучали служить при царе. Они были лидерами в царстве Навуходоносора. И однажды царь решил поставить собственное изображение, чтобы ему поклонялся народ. В тот день он собрал всех лидеров нации и дал им указ. Когда услышите музыку, каждый должен пасть и поклониться этому изображению. А Сидрах, Месаха и Авдинага были евреями и не поклонялись другим богам. Они поклонялись только истинному Богу. Они знали, что не поклонятся, но они также знали, что если они не поклонятся, им грозит быть брошенными в огненную печь. И вот зазвучала музыка, и все политические лидеры царства Навуходоносора пали перед его изображением. А Сидрах, Месаха и Авдинага просто остались стоять. Очень легко заметить троих мужчин, оставшихся стоять, когда все пали ниц. Такую позицию не скрыть. Царю доложили. Эти трое не склонились. Он велел привести их к трону и говорит, «Музыка зазвучит еще раз, и когда вы ее услышите, вы падете и поклонитесь, иначе вас бросят в печь, раскаленную огнем». Тут Сидраху, Месаху и Авдинага нужно было научиться твердо держаться. К счастью, они научились этому уже прежде, и им нужно было применить это на деле. Они заявили, «Царь, мы неосторожны, отвечая тебе». «Вау, это сильное заявление». Они, по сути, сказали, «Мы не боимся тебе ответить». И продолжили, «Если ты бросишь нас в печь огненную, Бог нас избавит. Если же и не будет того, если ты и не бросишь нас в печь, знай, мы все равно не поклонимся». Ах, вот это заявление. Они практиковались и знали, что жизнь веры – это держаться за то, что правильно, не только когда все выглядит хорошо, но и когда выглядит, что все пойдет не так, все равно нужно твердо держаться. Они, по сути, сказали царю, «Если ты бросишь нас в печь, Бог нас избавит». Но если и не бросишь, заметьте, у них хватало смелости ожидать, что царь может передумать. Ну, царь не передумал. Он бросил их в печь. И если вы когда-то читали это местописание, вы знаете, что царь был настолько разгневан их ответом, что сказал, «Разожгите печь в семь раз сильнее». Если печь уже раскалена огнем, зачем разжигать ее в семь раз сильнее? Их позиция была настолько смелой, что он засомневался в своей печи. Он сказал, «Разожгите ее сильней». Он хотел гарантии, что печь справится со своей задачей. И он приказал самым сильным мужам, «Возьмите этих троих, свяжите их в одежде». Зачем? Чтобы было много легко воспламеняющихся материалов. Их связали в большом количестве материи. «Теперь бросьте их в печь, раскаленную огнем». Когда бросавшие самые сильные воины царя Навуходоносора приблизились к жерлу печи, пламя было настолько сильным, что оно вышло и сожгло их, хотя они лишь находились поблизости от печи. Вот насколько она была раскалена. Задумайтесь, люди, охранявшие Сидраха, Месаха и Авдинага, сгорели, и им важно было не поколебаться в своей вере. Они видели, как те люди сгорели заживо, и это угрожало им. Но они не поколебались. Твердо держаться – это значит взять курс и не сворачивать с него. Это значит держаться за то, во что вы верите, как бы ни выглядели обстоятельства. Итак, они не поколебались, увидев сгоревших воинов. И когда они сами оказались в печи, царь сказал, «Я вижу четырех людей, не связанных». Они больше не связаны. Они свободны, и они ходят, а вид четвертого подобен Сыну Божьему. Заметьте, благодаря тому, что Сидрах, Месаха и Авдинага твердо держались и не поколебались, Иисус явился среди них. Когда вы твердо держитесь, Иисус приходит. Те, кто колеблются, отступают, сомневаются в Слове Божьем, не получат от Бога того же, что те, кто твердо держится, потому что Иисус позаботится о тех, кто держится. Он – первосвященник вашего исповедания, вашего провозглашения. Он явится со своей силой. Он позаботится о том, чтобы вы получили то, о чем вы верите. Не отступайте. В этом убедился мой муж и члены его церкви в тот день на заседании городского совета. У моего мужа была возможность отказаться от своей уверенности, но он этого не сделал. Помню, я проводила молитвенное служение, и там присутствовал один мужчина. Я не знала, что он только что купил новый дом, но Бог проговорил мне, скажи этому мужчине, что то, что он получил по вере, ему нужно удержать верой. Я не знала, о чем шла речь. Я не знала, что этот мужчина только что купил дом. И я сказала ему, Бог сказал мне сказать вам, не выключайте свою веру о том, что вы уже получили верой, потому что вам нужно сохранить это верой. Ну, он не понял, что я имела в виду. И через несколько месяцев тот дом, о котором он верил Богу, и который Бог дал ему, он в конечном итоге потерял. Почему? Потому что он думал, ну, я же получил дом, он теперь мой. Получив что-то от Бога, вам нужно это хранить. И поскольку он не продолжил верить об этом доме, он его потерял. Бог не хочет, чтобы мы что-либо теряли. Те из вас, у кого есть дома или бизнесы, знают, что потребовалась вера, чтобы это получить. Но вера также нужна, чтобы все это удержать. Вера не только получает от Бога, вера наслаждается возможностью твердо держаться. И один из лучших способов твердо держаться, это постоянно быть благодарным. Каждый день говорите, «Отец, спасибо тебе за все, чем ты меня благословил. Спасибо за мой дом, спасибо за мой брак, спасибо за мою семью, спасибо за мое здоровье, спасибо за мой мир, спасибо за мою радость, спасибо за мою победу». Тогда дьявол не сможет украсть ничего из того, чем Бог вас благословил. Мы так рады, что вы были с нами сегодня. Мы верим, что вы получили помощь, ободрение, что вера приходит в ваше сердце от слышания слова. До новых встреч на программе «Иисус-Целитель». Бог да благословит вас. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Продолжение следует...